Итак, рассказываю про лечение такой болезни, как глаукома. Лечение надо разделять на открытоугольную и закрытоугольную форму. Вот главные моменты. Значит, закрытоугольная форма, в которой нарушен отток жидкости из глаза, в которой стоит как бы зажато, это рано или поздно все-таки приходится делать операцию. Напоминаю, закрытоугольная это как-то болевые ощущения, в первую очередь боли. Капель, капли различные, там, физпроцедуры, тоже с веществами подобными в каплях. Ну, это временное явление. При закрытоугольной рано или поздно придется оперировать. Но операции сейчас разработаны самые разные. И обычная микрохирургия, лазерная микрохирургия. И довольно-таки неплохо лечится. Если закрытоугольная. При открытоугольной, в первую очередь, надо использовать капли для понижения внутриглазного давления. Капли уже различные, я названий не буду приводить. Лишь упомню некоторые моменты, что вообще капли нужно подбирать врачу конкретно. Потому что есть повышенная продукция жидкости, есть затрудненный отток жидкости. Тут идут уже разные немного капли. В зависимости от того, какая причина от возраста, от общего состояния организма. Так как капли могут влиять так, что повышается даже артериальное давление. Обычное у человека. Капли используются, поэтому подбирать надо. Цель ставится понижение на 30% от исходной величины. То есть, если у человека давление, скажем, 30 мм внутриглазное, значит понижать надо 3 на 3,9 до 21. Это уже будет хороший показатель. Далее. Ставились конкретные цифры, при которых надо понижать до стольких. Как, например, при артериальном давлении. Там есть конкретные цифры. Там понятие рабочего давления уже отменили. Давно. А при глаукоме больше ставится вопрос индивидуально. Потому что у одних людей даже повышенное давление не вредит. У других лишь чуть-чуть повышенное внутриглазное давление приводит к вреду. Поэтому индивидуально подбирают. И говорю, цель ставится обычно 30%. Хотя бы понижение, чтобы было. Ну и много зависит от личных привычек. Физические нагрузки. Не носить больше 10 кг. Там работа в согнутом положении. Например, тяпка. Очень характерна для дачников. В согнутом положении работа. Чтение в согнутом положении. Когда человек нагибает голову. Далее. Любые. Тугие воротнички и так далее. Все, что может повышать давление. Чай обычно переносится нормально. Кофе. Надо пробовать. Есть кофеиновая проба. То есть замерили внутриглазное давление. Или если оно у вас и так уже стабильное постоянно. Вы знаете цифры. Выпили кофе. Через час-полтора. Пит. Померить. Если поднимается, значит нельзя. Если не поднимается, значит можно. Курение категорически нельзя. Курение даже не настолько на внутриглазное давление влияет, как прямо влияет на глазной нерв. И если у здорового человека еще это так прямо не будет наблюдаться, то при глаукоме явный будет вред. Опять же, телевизор, компьютер смотреть можно. Но привычка смотреть телевизор в темноте, это как раз вредная привычка для глаз. Почему? В темноте глаз, зрачок расширяется. И различные излучения телевизора. Хоть сейчас, конечно, эти с плоскими экранами уже мало излучают. Но все же определенный вред. Есть до нею всех именно эти. Жидко-кристаллические. При расширенном зрачке как раз вред идет. Аналогично очки. Очки стеклянные. Нужно при пластмассовых. Они пропускают ультрафиолета много. И в расширенный зрачок, потому что темно за очками, зрачок расширяется, попадает больше ультрафиолета еще, чем раньше. Нельзя. Ну и рациональное питание. Овощи, фрукты, рыба. Дальше такой момент, как... Ну что, алкоголь. Алкоголь в больших дозах не рекомендуется. Ни в меньшое количество. Сон достаточный. И режим закапывания. Капель не пропускать. Потому что если давление будет скакать, вот, например, надо закапывать через 6 часов. То вы там раз за 2 часов, другой раз через 7 часов. Через третий раз, через 10 часов. Вот. А потом через 3. То это приведет к скачкам. То слишком высокое давление внутриклазное, то слишком низкое. Клазное. Придуман, чтобы в нем вот так вот себе легко скакало туда-сюда давление. Это деликатный орган. Это не кость. Вот. Все. Очень важно. Достаточный сон, прогулки, рациональное питание. Это все очень важно. Вот. И зависит от вас, от регулярности. А при закрытой угольной форме? Операции. Операции, конечно, и при открытой угольных делает иногда. Так. Но еще надо понимать, в США, по крайней мере, были случаи, когда врачи делали ненужные операции. Сделали пару надрезов на глазу и содрали с чего-то. Там 50 тысяч долларов. Как это цены в США. У нас пока что таких скандалов еще не было. Но в любом случае, если открытая угольная форма, спешить с операцией не надо. При закрытой угольной это, ну, как бы рано или поздно придется сделать. Все. В принципе, сейчас лекарств предостаточно. И довольно-таки неплохо человек может себе поддерживать свое зрение. Чего и всем вам желаю острого зрения и ясного ума. Всего хорошего. Спасибо.